Всем привет! Сегодня видео начну немного необычно. Задаете много вопросов про рыбалку, ну про правила рыболовства. Вот, сейчас вот собираюсь на рыбалку и заодно отвечу вам сразу, ну чтобы время не терять на водоеме. Ну и плюс, хочу помыть старый термос, нашел, ну как нашел, достал. В общем, когда-то давно я пытался помыть его изнутри. Использовал там всякие средства, лимонную кислоту, там кто-то говорил кока-колу нагревать, потом заливать. Потом какие-то такие таблетки бросал, ну в общем ничего не помогало. И вот сейчас решил эксперимент провести вот над этим средством. Наверное, уже кто-то видел его, кто-то знает. Продают на Озоне и на Валбересе. Вот у меня супруга заказала. В общем, попробовали почистить раковину, ну и всякую такую посуду. Смотрите, чайник как новый стал. В общем, мне прям стало интересно помыть его вот этим средством. В общем, используется оно для стирки, для посуды, для чистки поверхности, раковин, сантехники и дезинфекции. Как заявляет производитель, он полностью антиаллергенный. Ну в общем, сейчас проверим. И, кстати, еще хочу попробовать котелок отмыть. Это же наша, да, рыболовная тема, черные котелки. В общем, сейчас я немного подогрею воду. Ну и, кстати, насчет вопросов. Задают очень много вопросов по поводу нормы вылова. У нас с этого года, повторюсь, кто не смотрел стрим, 10 килограмм в сутки на одного человека. И 20 килограмм, если находитесь на водоеме, больше суток. Ну то есть 2, 3, 4 недели, месяц, без разницы. 20 килограмм. Там кто-то высчитал в правил, что там на одном водоеме что-то такое, в общем. И люди думают, что можно ловить на одном водоеме 10 килограмм, потом в этот же день переехать на другой и еще можно 10 ловить. Нет, ребят, отсюда и называется суточная норма. Поэтому неважно, на каком вы водоеме находитесь, будут к вам подъедут инспектора и по факту на месте. Будут смотреть, сколько у вас рыбы. Неважно, сутки вы там, двое суток. Больше 20 килограмм нельзя. Если вы, конечно, там с ночевой оставались. А так, если без ночевки, еще надо доказать, что вы там несколько суток. Если, соответственно, у вас в руках только один спинник и велосипед, тут, ну, речи даже не должно быть, что вы там уже неделю ловите. Ну, в общем, всем понятно. Так, а я что? Я сейчас, кстати, вам покажу, какой он изнутри черный. Смотрите, будет видно, не будет. Вот такая чернота. Так, используем столовую ложку, написано. Столовая ложка на полтора литра воды. Все правильно? Все правильно. Так, да. А, стоп. На один литр воды полторы ложки. Вот. Ну, давайте попробуем. Надо, кстати, что-нибудь подложить. Говорят, еще вещи хорошо отстирывать. Ну, то есть, такие пятна, которые давно не выводились, можно их тоже отстирать. Так, ну, у меня здесь литр. Так, полторы, да, ложки. То есть, еще без бугра. Температура воды должна быть 90 градусов. Это для максимального эффекта. Короче, заливаем. Надо 10 минут подождать. Ну, средство реально хорошее. Раковину буквально... Пошла реакция, видали? Смотрите, что происходит. Прям видно, грязюка выходит. Полный зальем, да? Это я его еще полный не залил. Ну и котелок. Тазик у меня меньше не нашлось. Этим средством, кстати, можно отмывать ткани. Вот я засунул еще термос. В общем, ждем 10 минут. Так, прошло около 10 минут. Смотрите, какая грязюка на поверхность повылазила. Термос, наверное, уже можно доставать. Смотрите, какой термос стал. Как новый. И, кстати, ткань тоже отмылась. Видите? Давайте котелок теперь достанем. Смотрите, как отмыл. Чистота, можно сказать. Говорят, ну, как говорят, пишут, что если с первого раза не отмыл, можно вот еще раз замочить. Со второго раза уже будет еще лучше. Ну, с первого раза, в принципе, уже хорошо. Какая копоть была и какой он стал. Самое главное, не пачкайте руки, а то, бывает, в багажник тянешь и весь перепачкаешься об эту сажу. Я такой термос не видел в самой покупке. В общем, не только чайный налет удаляет и вевшиеся пятна с одежды, ну, и жир тоже. Так что, если кому интересно, ссылочку оставлю под видео. Также, кстати, интересовались, когда ход в облы. В обл уже потихонечку пошла. В низах ее ловят. Думаю, через недельку уже будет полным ходом. Ну, а я погнал на рыбалку. Точнее, завтра. Субтитры подогнал «Симон»! Приехал на водоем. Уточки уже поставил, но не забросил. В общем, забыл сказать. У нас в этом году ранний паводок. Прошлые года у нас 5 мая был пик. В этом году уже начали сбрасывать воду. И ориентировочно пик паводка будет 18 апреля. Вот и задумайтесь. В общем, вода уже прибывает. В облы потихонечку ловится. Сейчас вдоль берега ехал. У рыбаков смотрю. Понемножку есть. В облы разное. И мелкое, и крупное. Поэтому тронулось. Можно уже сказать, хоть в облы начался. Буду сегодня пробовать на поплавок ловить. На закидушку. В общем, не знаю, как будет ловиться. Будем смотреть. Всем приятного просмотра. Начнем с донки. Ой, уже клюет. Смотрите, подергивает уже. Какая-то рыбешка уже идет. Ага. Хе-хе. Карасямба. Хе-хе-хе. Небольшой карась. Хе-хе. Ты что там, воблу что ли распугал? Так, карасика мы возьмем кошке. А то придется в облу ее кормить. Хе-хе. Так, это я забросил примерно на середину. Сейчас попробую поближе к берегу. Косяк в обуви должен где-то быть по-любому. Вопрос только под каким берегом. Под этим или под тем. Так, и пока поплавочную удочку разверну. О-хе-хе. Я знал, что я сегодня воблу поймаю. Но не такого же размера. Хе-хе. Кстати, рыбая. Ну все, ходовая идет. Это уже точно. Что-то потащила, потащила. Опа, есть. Красноперина. Красноперка. Я сегодня что, буду весь набор Астраханской области ловить. Хе-хе. Вот какая. Красавица. Как в детстве ловили кузнечиков. С красными перьями, синими, белыми. Также и рыбы, да? Разноцветные. А что-то... Что-то попалось. Че-то покрупнее попалось. Сопротивление мощное. Ох, карась. Хороший карась идет. Вот какой красавчик. Так. Обувь здесь что-то я смотрю. Нет, хороший. Опа. На поплавок, как у шарики. На донку караси. Опа. первую воблёху которую можно взять краснопёрка пока крупнее воба ловится краснопёрка краснопёрка есть вот в обла и окунь вот такая мелковатой конечно свернул я удочку на поплавок окуня достали вот такие попадаются будем на донку ловить пока что развернул второй спиннинг сейчас будем искать где косяк в облах один подальше буду кидать один поближе что-то клюет так тарашка нашу коллекцию давайте пишите в комментариях сколько сегодня я видов рыб поймаю леща и сазана осталось а здесь живец на щуку малявка давай гуляй а 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 так один спинник под этот берег забрасываю один ближе к тому ну почти середина и сразу клюет а а вот они вот они воблины Так, пока что не крупная такая Среднячок Ну вот эту отпустим Потихоньку Ива начинает зеленеть Вдоль берегов В принципе только она и зеленая стоит Остальные деревья пока Только-только почки набухают У нас плюс 25 градусов днем стоит Причем С самого марта тепло настало Видите Почки набухают Трава зеленеет Птички поют Красота Думаю недели через две уже У нас вся область позеленеет К вечеру клевать стало лучше Вот они две в область Мелкая ребят попадается Даже не знаю К вечеру будет Крупнее нет Так, что тут у нас? О, уже побольше воблюшка Ну тоже Такая Небольшая Пустим тоже Если брать воблю То крупную Кошки в принципе Я уже немножко рыбы набрал Можно мелкую воблю отпускать Клев конечно без остановки стал Клюет сразу на два спиннинга Ага Что-то Что-то попалось Крупняк Карась наверное Еле тащу Там кроме карася Ничего не может быть А нет Ребята Нет Воблюха Смотрите какая Вот она Значит она есть Смотрите какая Ну все У меня аж настроение поднялось Значит здесь есть Крупные воблы Пусть и мало Но есть Вот какая воблюха Это уже достойная Ну все Азарт появился А сопротивлялась Как будто карась там шел Давай-ка еще Близко кинем Поближе Если еще крупные попадется То это уже Это уже статистика будет Значит она Ближе к берегу идет Под берегом какие-то поклевки Мощные прям Я не знаю Далеко кидаешь Такие слабенькие Чуть-чуть Спиннинг трясется А здесь прям вообще сгинается Думаешь там что-то мощное Нет Там всего лишь Тарашенция Нет их вот это трясется ребят обновил червя и от здесь пень чуть не не утащила 2 ваблины точнее тарашка его бы тарашку отпустим в общем под берегом она вся ваблюха что-то есть что-то опять прет оба спиннинга поближе к берегу закинул и похоже там вобла 2 у опять одна хорошая вот этого блина пошла к вечеру и под берегом вся надо же а подальше кидаешь мелочевка так на 2 тоже чё-то поклевывает уже ваблюха малявка червей конечно объедают моментально как пираньи так сейчас обновим червячка есть потек потек что-то мощное 2 у одна хорошая но это это не ходовая это местная видите полуники желтоватые это наша полотва называется мы называем местные воблы а вот это уже ходовая она и рябая пустим маленькая местные всегда крупнее ходовой попадается а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот наглядный пример, чем отличается красноперка от воблы Видите разницу? Хе-хе Воблы есть мелкая, ребят На Большой Черной очень много народу Хотелось посидеть в тишине И при этом, чтобы ловилась Но она ловится, видите какая Совсем 15 сантиметров О, как Видали, как тянет Ё-моё Чё там попалось? Карась, наверное, опять Наверное, опять карась А, сазанчик или карась Карась Крупный Хе-хе Карасямба Хе-хе Иди сюда Какой хороший жердяй Иди сюда Во какой жердяй Попался Хе-хе Так вот Там народу сейчас много На Большой Черный И вот Все-таки здесь Как-то приятнее сидеть В тишине Птички поют Ветер еще стих Вообще замечательно Осталось только воблу Чтобы вот такая ловилась Но, к сожалению, ее тут нету такой Будем искать Следующее видео Поедем на другую речку Воблу искать Если, конечно, вода Сильно не прибудет Потому что Судя по прогнозам Сейчас Вся вобла В полу и зайдет И все И может больше не клевать Будет, но Мелочи очень много будет Вот как сейчас Я вот стою Очень много мелочи попадается Если бы мелочи не было Может быть и крупной бы Больше Попадалось Но мелочи полно Так Обгладывает моментально Ох, как Мощно клюнуло Ох ты О, вот 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 это уже Более-менее хорошая Ну а вторая Маленькая Эту мы отпустим А эту Потихоньку Начну собираться Что сказать Хоть вобл пошел Но вобл Вся мелкая Сколько я Наверное Штук 5-6 Хорошеньких взял Вот они у меня в садке По-моему Даже карасей с окунями Больше Ну и наверное Да Полсотни Наверное Выпустил Просто вот Я даже не снимаю Вытащил Выпустил Вытащил Выпустил Ну явно Вобл идет Где крупное Надо искать Вроде как На сорбай Клюет На большой черный Здесь тоже Вроде как Клюет Ну а Видите Размеры какие Кому как Ну по мне Так она Ну она 15-16 Сантиметров Даже 17-ти В ней нету Вот ее С ладошку Кладешь Она меньше Нормы Соответственно Приходится Все отпускать Да и есть В ней нечего Ну в принципе На жареху Поймал Я на посол Не хотел ловить Сегодня Видео такое Разведывательное Вобла Есть Рыба Есть Всем Спасибо Что досмотрели До конца Всем Пока Собственно Вот он Весь Улов Вот Самая крупная Воблёха Даже не эта Здесь где-то Есть покрупнее Караси Во Наверное Нет Это краснопёрка А во Вот Самая большая Воблёха За сегодня В общем Видите Весь набор Сколько видов Рыб Тарашка Карась Окунь Бершик Краснопёрка Вобла Вроде Всё Шесть Вот Чё-то Клюёт Чё-то Клюёт Ещё Ага Ещё Э Тарашка